Наши же в Россию выезжали, Гашимов, короче, с ним солдатом, там по делам выезжали. У них там ФСБ-шники, тёш Манай, даже удочки забрали, там, чё-то их не повязали. Ладно, у Гашимова знакомые были, там вообще с этим строго. Мы же там квадроцикл, по-моему, фото квадроцикла этот вскидывали, они же его вывезти пытались, просто потом продать. Забрали, там вообще ужас. Даже удочки забрали, всё забирают. Чё позорил? Ладно, вчера. Здесь мародёрствуют, тут поймали одного мародёра, телек выносил, всё посадили. Тут какой-то 15-летнюю девочку изнасиловывал, что ли, в какой-то деревне недалеко. Ничего себе, это нацики вот эти, что ли, да? Это наши, это наш солдат. У нас же тоже дурости хватает, негатив дурачков. Добровольцы, у нас третья рута пехоты, 95% добровольцев, потому что остальные, либо 200-й, либо 300-й. А пехоты же вообще ничего не осталось. Да они там друг другом стреляют постоянно. Большинство, связи нету, ну, связи нет, говорят, там наших нету. Всё, я туда, всё положили. Там инженера положили, 15 бригад, наши полковые. Вообще ужас. Там наши два танка схлестнулись, тоже там 200-300-е. Тут вообще постоянно такая... У нас же даже артиллерия наших бывает, пехоту кроет. По телеку шила гладко, а так бардак, все знают. Бардак не было, давно бы всё закончилось, Улан. У нас полк постоянно выделяется. Командир полка, у нас же такой, у нас, когда боевые машины загвали, он сказал только, теперь уберите лопаты там и идите, как пехота, говорит. Ну, умирайте, говорит, он так сказал, комбат. Какина, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok